И время от времени наука снова возвращается к проверкам. Вот я в прошлом году закончил работу по измерению скорости света от движущегося источника. Она была совершенно бессмысленна с точки зрения существующей науки, потому что никто из профессионалов не сомневается в справедливости теории относительности. Но сколько в интернете на эту тему разночтений. И вот ради этого я решил, что мы теперь должны поставить опыт, который в лоб покажет, что Эйнштейн был прав в своем втором постулате, который очень плохо доказывался в свое время опытами Майкельсона. Очень плохо, двусмысленно, с малой точностью. И все считали, что только на этих опытах и держится эта теория. Да ничего подобного. Теория относительности держится на ее следствиях и на том инструментарии, который из нее вырос. Это вся наша ядерная физика, все эти коллайдеры, ускорители, синхротроны. Это все без теории относительности двинуться не может. Любая ядерная реакция без теории относительности не может быть интерпретирована. Это знают все профессионалы, но почему-то ходят разговоры о том, что это всемирный обман. Ну, всемирный обман, потому что она действительно весьма парадоксальная. И в этом процессе людей очень часто заносят на амбициозные желания совсем поспорить. Вот если не хватает знания, то появляется вот такое вот желание, да я заткну за пояс всех этих Эйнштейнов. Они же глупость пишут. Они пишут что это. И, значит, мы цитируем, что вот, что Галилей не прав в сложении скорости. Хотя я каждый день в трамвае вижу неправильно складываются. Там эффект Доплера, что про реликтовые излучения. Но против чего мы на самом деле очень старательно и решительно боремся, это на попытках уже не фанатиков, а мошенников. Или точнее мошенников, которые используют фанатиков. Обладеть бюджетами, ограбить их. Они все время ждут от нас великих открытий. Они говорят, вот вы до сих пор не сделали какое-нибудь великое открытие. На самом деле мы сделаем кое-какие открытия, но они мало кому доступны. Эти открытия. Ну, например, вот этот самый Хиггс. Он ничего не изменит в картине мира, того мира, который нам нужен для хозяйственных имуществ. Он что-нибудь, скажем, эти результаты изменят наши взгляды о том, что было 20 миллиардов лет назад, там, в Биг Банге. Или к чему все это придет. Это чистое познание. Мы никогда не вылезем за пределы Солнечной системы. А уж за пределы собственной галактики. Это вообще все исключено. При нашей жизни. Не при нашей даже жизни. При жизни нашего... Человечества. Человечества. Это запрещено гигантскими расстояниями. Мы ни до одной черной дыры, слава Богу, никогда не доберемся. То есть это размерность просто. Да. Да. У нас наша ближайшая черная дыра, гигантская черная дыра, она, наконец, открыта. Это действительно великое открытие. Но это открытие, в основном, в области чистого духа и познания. У нас, в нашей... В середине нашей галактики сидит гигантская черная дыра с массой примерно 6 миллиардов Солнца. И она все время поглощает все, что вокруг появляется. Но она от нас находится на расстоянии примерно давнего расчета. Примерно треть людей, которые должны были бы быть в Академии. Треть могла бы быть, могла бы не быть. А треть не должно было бы быть. Но это всегда так. Это какая-то элитарность, которая привлекает к себе все, что угодно. А пришедший какой-нибудь жулик или там номенклатурное лицо, он же начинает под себя делать окружение. Это начинает растить. Но они понимают, что если они будут создадут себе окружение только из себя подобных, то это станет очевидным. Так же, как любая болезнь. В прошлый раз я рассказывал про состояние с лженаукой во всем мире и в частности в России, которая оказалась впереди планеты всей по лженауке. Ну, я вынужден был этим заниматься профессионально, потому что меня назначили председателем комиссии Академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Это довольно тяжелое занятие. Это довольно тяжелое занятие. Это довольно тяжелое занятие. Кремия в области науки и инноваций молодым ученым. Сегодня в Кремле... Российские науки это не только национальное, но и мировое достояние. Об этом Владимир Путин говорил сегодня в Кремле на церемонии вручения президентской премии. Вечный вопрос на, казалось бы, вечный вопрос, как зарождалась Вселенная и открывают новое даже в геометрии молодые российские ученые. Фундаментальная математика ждала 200 лет ответа на вопрос, который нашел Александр Гайфуллин. Александр Гайфуллин в свои третьи два года сумел решить одну из фундаментальных задач по теории изгибаемых многогранников, над которой бились лучшие математики последних двух столетий. Генетики Александра Александровича Гайфуллина связаны с геометрией и топологией. Он создал новое направление, развивающее теорию изгибаемых многогранников. Он нам расскажет, что это такое. Правда, мы в СМИ уже частично видели. Результаты его разработок имеют практическое значение для конструирования роботов и других сложных технологических систем. Исследования Алексея Александровича. В трехмерии, но на самом деле, просто это начало 19 века, не рассматривали тогда особо других многогранников. Если доказать, скажу немножко про многомерные изгибаемые многогранники. Если мы говорим о многомерных изгибаемых многогранниках, ну, во-первых, надо дать определение. Вот мне, честно говоря, очень не хочется его давать абсолютно строго. Давайте я не буду этого делать. Единственное, чего было известно, это хочется, что в четырехмерном случае были известны отдельные примеры изгибаемых так называемых кросполитопов. Кросполитоп – это просто многомерное обобщение октаэдра. То есть в многомерном пространстве есть куб и есть двойственный, ему правильный многогранник, который называется кросполитоп. А в размер с 5 и выше не было ни одного примера. И в размер с 4 не было ни одного примера ложных изгибаемых многогранников. То есть, ну, как бы, вот теорема оказывалась довольно пустая, но так как мне было неприятно, что теорема пустая, то мне пришлось заняться задачей о существовании многомерных изгибаемых многогранников. И, собственно, получилось, что они все-таки существуют во всех размерностях, по крайней мере, самопересекающие. Значит, к сожалению, с несамопересекающимися, некоторые наборы результатов есть, то возникает очень естественный вопрос. А почему мы занимаемся только эвклидовым пространством? И что будет, если рассмотреть, ну, разумная постановка – это произвольное пространство постоянной гребезны? То есть, либо пространство Лобачевского, либо сферическое. Своё математическое образование я получил на механико-математическом факультете Московского государственного университета. И определяющим влияние на моё формирование как математика оказал мой научный руководитель и учитель, член-корреспондент России к Академии наук Виктор Матвеевич Буштайбер. А вот к задачам... Есть много математиков, которые себя считают физиками, это не физики. А вот Эйнштейбл – настоящий физик. А чем квантовая механика отличается от классической? Что в квантовой механике А умножить на Б не равняется Б умножить на А. Это принцип квантовой механики. Поэтому то, что девушка сказала, что ей непонятно, почему 0 умножить на 5 – это то же самое, что 5 умножить на 0, значит, у ней есть очень трезвый математический метод. А, ну, трезвый, трезвый, недоверчивый взгляд. Это хорошо. Вы разницы поняли? Квантовая механика А умножить на Б не равняется Б умножить на А. Субтитры создавал DimaTorzok А пришедший какой-нибудь жулик или там номенклатурное лицо, он же начинает под себя делать окружение. Но они понимают, что если они будут создавать в себе окружение только из себя подобных, то это станет очевидным. Так же, как любая болезнь. Они не торопятся убить своего хозяина, потому что она умрет вместе с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok